Дмитрий Хвостов, я бы сказал, он взбодрил наш регион своим, во-первых, он необычный для нас, он не южный человек, он живой, активный, он где-то там покричит, пошумит, но он был заряжен на позитив в целом. Я так понимаю, для него Россия это не пустой звук. Он, наверное, делал свою карьеру, но при этом пытался встроиться в общие интересы, может быть, государственные, либо областные, как он их представлял. При этом он, в общем-то, всегда говорил, что он хочет помочь губернатору и, в общем-то, демонстрировал это. И ему, конечно, тоже приходилось постоянно преодолевать некое на местах противодействие, которое связано вот с тем, всем тем, о чем мы говорили до этого. Потому что, ну, как я всегда говорю, что такое какой-то небольшой там город, районный уездный центр. Вот есть болото, на этом болоте немного клюквы, но тем, кто по этому болоту ходит, хватает. Вдруг приходит кто-то там, предприниматель Александр Игоревич, и говорит, слушайте, ребята, все, революция, туда-сюда 50-е, еще и не собрал клюкву, а повытоптал. И те люди, которые знали эти места, знали тропинки, знали все, они ходят, говорят, слушай, ну, я раньше банку собирал за две минуты клюкву, а теперь мне часто уже банку собирать. Да иди ты нафиг отсюда, Саша. Ну, или Дмитрий Анатольевич, условно говоря. То есть, как бы, это нормальный, естественный процесс, он человеческий. Что здесь такого-то? О человеческих процессах, а чью клюкву собрал Дмитрий Хвостов? А я этого не знаю. Это знают правоохранительные органы. И они разберутся. Вы сомневаетесь? Я не высказывала сомнений. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот деятельность Дмитрия Хвостова, она как-то влияла на вашу деятельность? Я же вам сказал, он тут всех взбодрил. Он пытался, в общем-то, затянуть на себя каким-то образом одеяло, ну, как он понимал это, вот, в целях, в общем-то, позитивного решения вопросов, так как в своих подходах он демонстрировал более эффективные методы решения, нежели на уровне как-то местных властей. Естественно, по всей видимости, он вступил в конфликт с многими руководителями, потому что у них были разные понимания быстроты событий. То есть он старался очень быстро, а на местах, вы знаете, никто не торопится, потому что мы сидим, а денежки идут. Вот. Поэтому, как бы мне трудно оценивать, я не чиновник, и он работал не у меня в аппарате, но лично мое общение с ним вызывало в основном больше положительных эмоций, нежели отрицательных.